Братья, имам Хусейн, алейхиссалам, восстал ради того, чтобы открыть наши глаза, чтобы мы смогли отличить истинный ислам от ислама Муавии. В этом году в День Ашура я в своей худбе затронул этот вопрос. Сегодня в мире есть такая проблема. Запад глобально ведет борьбу против исламской цивилизации. Хочет искоренить культуру и ценности мусульман. Продолжением ислама Муавии на сегодняшний день является американская модель ислама. Американская модель в различных формах представлена. Но за всякой нечистью в этом мире, которая пытается опорочить имя ислама, сегодня без всяких сомнений стоят Соединенные Штаты Америки и сионистский режим Израиля. Да смилостивится Аллах над покойным шахидом Муртазой Мутахари, великий исламский мыслитель и деятель прошлого века, в одном из своих исторических выступлений говорит, говорит, если бы пророк ислама сегодня был жив, что бы он делал сегодня? О каком вопросе он думал бы сегодня? Без всяких сомнений, это вопрос Палестины. 7 октября прошлого года проходит уже более 9 месяцев. Количество жертв израильской агрессии в Палестине достигает уже 40 тысяч убитых человек. Женщин, детей, стариков. Сегодня мы должны понимать, что если ты последователь имама Хусейна, алейхиссалам, если ты считаешь себя сторонником истинной, кербалой сегодняшнего дня является Палестина. Мы проклинаем с вами Шимра. Мы проклинаем других убийц имама Хусейна, алейхиссалам. Кому сдался этот Шимр? 1300 лет назад он умер, никто даже не знает, где он похоронен. Мы проклинаем на маджлисах Язида и Шимра для того, чтобы узнать Шимра сегодняшнего дня. Чтобы узнать Язида сегодняшнего дня. Безусловно, если кербалой сегодняшнего дня является Палестина, то Шимром сегодняшнего дня является Нетаньяху. Кровь десятков тысяч невинно убитых братьев и сестер в Палестине находится на его руках. Маджлис имама Хусейна, алейхиссалам, это маджлис против зульма, против угнетения. Тот маджлис, на котором оплакивают имама Хусейна, алейхиссалам, но не обращают внимания на угнетение, истинным маджлисом по имаму Хусейна, алейхиссалам, не является. Имам Хусейн, алейхиссалам, это школа, школа справедливости и красоты. Сионисты, это раковая опухоль на Ближнем Востоке. Но что происходит человечеством? Человечество сидит, смотрит и молчит. Ничего не говорит про эти преступления. Где арабские государства, которые утверждают, что являются центрами ислама в сегодняшнем мире? Где международные организации? Хотите понять разницу между американским исламом и истинным исламом? Разница заключается в следующем. Американский ислам говорит, что если в мире есть угнетение, ты должен молчать. Американский ислам говорит, что если происходит геноцид в Палестине, ты должен закрывать глаза на него. Американский ислам учит игнорировать этот вопрос. Сегодня борьба ради искажения ислама и очернения ислама идет со всех сторон. Сегодня некоторые люди в исламской одежде, от имени мусульман, внутри мусульман пытаются уничтожить ислам изнутри. Сегодня мы должны увидеть корень проблем. На Западе тратят миллиарды долларов. Снимают разнообразные фильмы, у которых миллионы просмотров. Смотришь фильм и говоришь, у Аллах, что это было? На что я потратил три часа своей жизни? Что я должен был понять из этого фильма? Отвечу на вопрос. Им не нужно было, чтобы вы поняли что-то из этого фильма. Им нужно сделать так, чтобы 24 часа вашего времени занять и не дать вам времени изучать то, что происходит в этом мире. Для этого они ведут свою деятельность. Запад делает все, чтобы усыпить нас, чтобы мы не увидели реальные проблемы. Запад хочет разрушить наши семьи. Запад хочет, чтобы хиджаб ваших детей превратился в символизм. Он пытается поменять отношения к женщине. И многое другое. Шум в медиа, информационный шум, который они создают, сегодня имеет только одну цель. Отвлечь людей и не допустить того, чтобы люди узнали истину об их преступлениях. Что произошло в Кирбале? Когда имам Хусейн, алейхиссалам, начал говорить, войско Язида приказало устроить шум и гам. Бить мечами от друг друга. А друг друга для чего? Для того, чтобы голос Хусейна не дошел до этого войска. В фитрате человека есть способность услышать голос истины. Каждый человек стремится к этой истине. Войско Язида сделали все для того, чтобы люди не услышали Хусейна. Потому что если бы они услышали Хусейна, они бы сошли с этого неправильного пути. Сегодня делают то же самое. Абсолютно то же самое. В день Ашура, когда Зухейр остановил свой бой и вернулся к имаму для намаза, Шимр, Омар ибн Саад и сын Омар ибн Саада обсуждали вопрос намаза имама Хусейна, алейхиссалам. Шимр сказал, Омар ибн Саад, Хусейн хочет прочитать намаз. Омар ибн Саад ответил, да пожалуйста, пусть читает намаз, потом покончите с ним. Сын Омар ибн Саада сказал, тогда вы проиграли битву. Омар повернулся к своему сыну и сказал, как это мы проиграли битву. Он сказал, вы убедили свое войско в том, что Хусейн не верующий. Если они увидят, как Хусейн читает намаз, они поймут, что вы их обманули. Поэтому Омар ибн Саад приказал не разрешить прочитать намаз имаму Хусейна, алейхиссалам. Поэтому они атаковали намаз имама Хусейна, алейхиссалам. Сегодня в медиа шум создают именно по этой причине. Они хотят, чтобы истинная суть событий просто пропала из вида людей. Когда в мире происходит что-то важное, когда в мире начинается зулем и угнетение, сразу создают какую-нибудь сенсацию, сразу меняют повестку дня, чтобы отвлечь людей от того, что происходит на самом деле. Единственным путем победы над этими планами Запада является объединение всех свободных людей по всему миру против угнетения и против зульма. Под флагом имама Хусейна, алейхиссалам. Иногда вбрасывают такие сомнения, говорят, вот вы собрались там 200-300 человек, говорите о Палестине. Какой толк от этого для Палестины? Это не так. Это не так. Это абсолютно неправильное понимание. Так пир, который произносится на этих маджлисах, это новая кровь для свободных людей. Новая кровь, которая течет в жилах людей, которые хотят справедливости, хотят истины. Если мы не можем сделать что-то физически, мы хотя бы можем собраться и выразить свой протест по этому вопросу. Наш лозунг ясен. Это лозунг, который в свое время озвучил имам Хумейни на основании того, что понял из школы Ахлибейт. Где бы сегодня в мире не был мазлум, где бы сегодня в мире не был угнетенный, мы рядом с ним. Мы опора этих людей. Это обязанность любого человека, не только мусульман. Твоя совесть не должна молчать. Для нас это важнейшая основа. Не буду занимать у вас много времени. То, что я хочу сегодня донести во второй худбе, это следующее. В вопросе донесения истины мы не должны останавливаться. Мы должны защищать наших братьев и сестер, которые отдают годы своей жизни для сохранения этой школы. Сегодня в мире истинных муджахидов на пути Аллаха, которые там стоят рядом с Палестиной, помогают Палестине, пытаются в мире представить террористами. В некоторых странах людей, которые встали ради защиты своих ценностей, клеветают и сажают в тюрьмы под сфабрикованными обвинениями. Если мы хотим, чтобы школа истинно победила, мы не должны допустить, чтобы личности и цели этих людей исказили. Мы постоянно должны держать этот вопрос на повестке дня. Да, 9 месяцев прошло с момента начала событий в Палестине, но мы сегодня должны быть так же активны, как были активны 7 октября, когда начались эти события. Никто из нас не имеет права останавливаться в этом вопросе. Иншаллах, путь к освобождению Куца и путь к окончанию зульма на этой земле лежит через знакомство мира с школой имама Хусейна, алейхи салла. Вчера, сегодня и завтра у всех свободных людей в мире один лозунг, и этот лозунг для Бейкайя Хусейн. Эта школа спасет мир от зульма, иншаллах. Аксир!